Приветищи! Это Секрет Нейбор! Прямо брр-брр! Сегодня мы с тобой будем ловить школьников, то есть играть за соседа. Сосед у нас бывает обычный и в виде клоуна Оно. Что ж, поиграем вначале за обычного. Он похож на знатного такого маньячела, у него стеклянные глаза, грязная морда, умеет ставить капканы, принимать образ ближайших детей и последний пассивный навык, становится очень агрессивным после пяти попаданий по нему. Пососедили понемножечку. 5, 4, 3, 2, 1. Ах да, стать соседом не так уж и просто. Опачки, я не понял, это ты чё офигел, да я в тебя сейчас тоже запольну чё-нибудь? Так, чё бы в тебя кинуть? О, помидоры! Помидоров свежих не хочешь, а? На, отведай. Детектив в шоке от помидоров. Не понял. Пацаны, долбите его, он какой-то агрессивный. Эй, девчонка, ты чё жальная? Отведай красного. Капец, что за дети пошли? Лишь бы друг друга ушатать. Не, я конечно всё понимаю, кто-то из них по-любому сосед. Эй, ты с косичками, ты чё творишь? Не поднимай его, это же может сосед быть. Надо снарядами запастись на всякий пожарный. Ну всё, они его подняли. Ладно, фиг с ним, погна... Какого лешего? Ты чё, по баттли со мной вздумал, а? Помидоры против коробки, да? Чё, кого? Чикиряу, бомбин, иди сюда. Блин, снаряды закончились. Ах ты ж маленький кукарача. О, шестерёночка. Всё, это походу конец у меня. Они вдвоём против меня. Так нечестно, вы офигели? Ой, у неё ещё и рогатка. Я не сосед, отстаньте от меня. Я добропорадочный школьник. Сейчас про... Да стоп, не открывай эту кладовку. Нельзя сюда заходить. Здесь интимное помещение для одного. Всё, выйди. Это пацанская комната. Девочкам сюда запрещен вход. Ты глянь, какая она сторона, а? Слушай, девочка, тебя случайно не бараны воспитывали? Ты чё такая упертая? Хе-хе-хе. Эй, Чукча, я здесь. Опа, она помидор взяла. Всё, я убежал от этих школьников. О, молодёшь. Кот, да что к тебе? Тебе для чего очки дали? Ты чё, слепой, что ли? Ой, меня на четверенки уложили. Ах вы, ах вы. Прищики недоразвитые. Ушитали школьника порядочного. Кто-нибудь, поднимите меня. Хотя, кто меня поднимет? Тот все по-инглиш-пинглиш говорят. Всё, глаза мои смыкаются. Я теряю сознание. После смерти остаются вот такие листовки, а розыски мальчика. То есть, обо мне. Ну и, конечно, остаётся ботинок с моей фотографией. Ну шо, детектив? Убедился, что я не сосед? Кара моя будет очень ужасна для тебя. Я за тобой приду. Увиди соседа. Мисс моя будет ужасна. Бегите, девочки, мальчики, бегите. Шерни пока не знает, что я соседушка. Ведь я же такой же ребёнок, как и они. Давайте, ребятушки, давайте. Ищите ключики от моей кладов. Нашёл. Чё так быстро-то? Чёрт, 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 чёрт. Ну вот, первый замок они уже открыли. Поскольку я начинающий сосед, злый день, пищукастый, я ещё мало чего знаю. Ещё не со всеми способностями, как говорится, разобрался. Так, вот этот школьник... Сейчас я тебя поймаю, иди сюда. Иди сюда. Блин, чуть не спалился. А, нет, он увидел, что я оборотень. Всё, сейчас фонариком будет меня лупить. Не-не-не, я свой, смотри, как умею. Ах ты, девка в кепке. Так, ладно. Один пациент знает форму моего ребёнка. Придётся тебя похитить. Иди сюда, к бабочке. Поймалась. Девочка в кепке. Ну всё, теперь ты манекен. Всё, что от тебя осталось, это твоя туфелька и листовочки. Где же эти маленькие кукарача? Куда они все спр... О, нифига себе. Вот это прикольная штука, я могу перекрывать комнаты при помощи часов. Так, кажется, кто-то мне разбил окно. Так, хорошо, больше замки не отпирались. О, бро, бро с кастрюли на башке. Псс, иди сюда. Ты не в курсе, кто разбил мне окно? А? Да хватит меня лупить! Чёрт. Не-не-не, я нифига не нейбор. Вся фишка соседа в том, что умереть он не может. После того, как его укокошили детишки, он появляется в своей секретной комнате, где есть видеонаблюдение, а также сканер детей. Чтобы выбраться из этой секретной комнаты, мне достаточно подойти к стеллажу с книжками. О, какие люди! Привет, пупсень-вупсень. Тебя-то я искал. А ну иди сюда, я тебе сейчас отомщу за всё, что ты сделал в той кладовке. Зачем ты меня укокошил, а? Детки, детки, детки. Идите вы ко мне. Ещё один попался. Теперь мне веселей. Ха-ха-ха. Передай там остальным, чтобы хорошо себя вели. Окей? Остался последний ребёнок. И кажется, я его нашёл. Ворон, помощник прилетел. Девочка. Девочка, не торопись. Иди-ка сюда. И куда же ты убегаешь? Здравствуй, иди ко мне. В объеке, мои крепкие. Это ты мне окна разбивала, да? Отправляйся в мою коллекцию манекенов. Да неужели? Это был не последний ребёнок? Хм, очень странно. Пойдём-ка в мою секретную комнату. Включим сканер. И посмотрим, где же спрятался этот малец. Вон он бежит. Надо бы его встретить. А то бедненький бегает в одиночестве. Вон он бежит. Привет. Да ладно, я выиграл. Я победил. Видать, испужался. Ну, раз мы играем за соседа, предлагаю тебе сменить наш облик на клоунский. В этом облике мы можем кидать дымовые шашки. Пудрить мозги детям, если они вдруг сбегут с наших рук. Ну и главная фишечка клоуна. Он может превращаться в любой интерьер дома. Будь это лампа, чашка кофе или мешок с удобрениями. Мне уже не терпится поиграть с него. Погнали. Станьте, дети, станьте, круг. Клоун сегодня ваш лучший друг. Ну ладно, хватит забавиться. О, у нас тут болтливый ребенок есть. Короче, я уже более-менее опытный нейбор. Так что будем ловить детей поаккуратнее. Ну, чтобы они не пугались. Хе-хе. Где же ключ? Я его слышал. Вот он, моя прелесть. Поскольку один ключ у меня теперь в моем кармане, они никак не смогут его отыскать. О, кухня давненько есть. Кто это в моем холодильнике руется? Товарищ детектив, как я давно вас искал. А что это вы один тут делаете? Один парень, похожий на тебя, забил меня когда-то давно. И мстя моя теперь ужасна. Хе-хе. Я слышу детские шашки. Где ты? О, привет, привет, ребята. Вы соседа не видели? Он где-то здесь бродит. Давайте держаться вместе. Together, together. Ага, together, together. Вместе навсегда. I'm speed up, team speed up. Leader, I'm leader. Кто это сказал? Ты что ли? Кто из девочек сказал, что я буду лидером? Девочки с мальчиковым голосом. Хм, теперь как-то мне становится жутковато с ними бегать. Может лучше свалить от них? Так, я не понял, почему вы за мной бегаете? Я не лидер. Кто-то из вас кричал про лидерство. Ладно, мне это даже на руку. Заведу вас я с темный уголок. Хотя нет, надо вас сперва разделить. Где-где-где? Девчонки, чё мы всё тремся возле моей кухни? Может мы уже куда-нибудь сдвинемся? Отлично, на балкон пошли. О, отлично стоишь. Надо бы тебя скинуть. Ладно, действуй. Чёрт, всё пошло не по плану. Ты должна была свалиться с балкона. О, посмотри, у неё на руке радио есть. Что ж, оно уже ей не пригодится. Ружьё мне не нужно? Ведь у меня есть дымовые шашки. Надо, кстати, опробовать одну из них. Ух ты ж, нифига себе. Ну, я даже не знаю, где бы мне такое пригодилось. Хорошо. А что насчёт моего второго мини? Давай превратимся в предмет. О, теперь я горшок с цветком. Обалдеть. Кстати, я кажется, слышу, что кто-то бежит. Надо встать. Незаметненько где-то встать. Так, кто-то зашёл в комнату. О, ты где крадёшься? Как насчёт горшка с цветком? Я слышу, что кто-то ещё рядом бегает. Эй, мальчук. Мальчуга в шкаф спрятался. Хитрец. Ладенько, пойдём его испугаем. А ну, иди сюда, пупсик. Чёрт, я трансформировался в ребёнка. Не ожидал от горшка такого, да? Я сам в шоке. А на будущее не лази по чужим шкафам. Слушай, маскировка это просто шикарная вещь. Можно такие уловки делать. Ух, прям закружишься. А вот и ворон спел свою песенку. Осталось ещё пару детей. Здравствуй, девочки. Чёрт, где-то рядом бегает её подружка. Надо срочно замаскироваться. Ой-ой-ой-ой, быстренько маскируемся. Замаскировались в мешок с удобрением. Сосед? Кто сказал сосед? Где он? Так. Вон на девочке бегает. Или это пацан? Пацан или девочка? Она бежит сюда. Начухнула, что здесь что-то не так. Давай, девочка, беги, беги. Точно, это девочка. Ох ты, моя прелесть. Вот ты попалась, а ну иди сюда. Ещё одна девочка в коллекции моих манекенов. Обожаю играть за клоуна. Сосед победил. Ну что, как тебе игра за соседа? Напиши мне в комментариях, за кого играть интереснее. За соседа или за школьников? Ну а также обязательно напиши, какое видео тебе понравилось больше. Первое или вот это? Ну а на этом, собственно, всё. Тебе спасибо за просмотр. И увидимся в новом видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!